приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня мне пришла вот такая вот посылка посылка из китая это у нас преобразователь частоты 2 и 2 киловатта заказывала я его где-то двадцать шестого кажется ноября и вот сегодня он нас сейчас огляну какое число сегодня пришел он сегодня у нас 8 декабря заказывал я из китая через это из москвы со склада в москве компанией сдек прислали хотел заказать сразу с китая но чтобы не это не платить таможенные там пошлины того что стоит он почти 70 долларов 6 сидит с копейками там 70 долларов чтобы не платить таможенные пошлины я заказал из москвы со склада в москве он дошел к нам беларусь я уже заказывал компания сдек только напрямую из китая а это со склада в москве заказывала через д кто присылает сначала в минск а потом уже с минска на гомель сама компания сдек уже с гомеля отсылая вот на через емс емс пересылка по беларуси не такая то и дешевая стоит где-то 15 наших рублей грубо говоря в долларах это 5 долларов получается за доставку сдек я у китайцев заплатил 8 долларов 8 с половиной получат можно было с промоя купить то получил сборной дешевле еще на 8 долларов и обошелось бы не в 69 не в 70 обошелся бы а обошелся бы где-то со скидками в долларов 60 я решил заказать компания сдек мне понравилось да еще думаю с москвы здесь близко буквально вот они отослали 2 2 декабра стала посылка отслеживаться отослали 2 хотя заказал 26 где-то ноябра отослали только 2 декабра и получил я ее вот уже восьмое сегодня буквально за 5 дней по беларуси я напомню в нашем регионе я нахожусь не работая компания сдек то они дальше переслали через емс уже это не первая посылка раньше заказывала я эту болгарку на аккумуляторе и шуруповерт то тоже сдек слали мы там с китая слали через дек то дальше емсом шла сейчас будем распечатывать так упаковку на утилизацию вот наш инвертер упаковочка такая больше ничего не написано чисто инвертер здесь вот типа не мочить не бить и все голая упаковка дальше смотрим открывается обычно еще скотчем залепливается здесь нет вот у нас документации здесь электросхема получается сейчас глянем на английском все так по схеме можно посмотреть что куда подключать на русском нету смотрим дальше здесь у нас такая вот с поролона с этого спавлеветана упаковка это у нас походу здесь все это лежит панель сама доставать так достанем по простым попар и еще инвертер инвертер это у нас шлейф дополнительный шлейф на вынос будет самой этой пульта управления где обороты там добавлять уменьшать хотя комплектации кажется не было его чисто был этот ну управление вот этот вот пульт управления чисто на самом блоке бы еще а шлейф это походу положили подарок как бы здесь будет где-то два метра его длину шейхи там два слоя идет двухметровый шлейф нормально можно будет инвертор поставить для то помещению тепло самому работать на улице на станке я заказывал чтобы на это как его называет на токарный по дереву станок самодельный у меня ну а им не работаю то что там 3000 оборотов две семьсот и когда заготовка не отцентрирована если то сильно как колбасить это я особо и не точился сейчас вот с этим инвертором если двигатель позволит подключить его это надо что 220 380 на треугольник этот инвертор подсоединяется подсоединю будем работать на токарнике у меня там на видео есть на канале про мой токарник небольшой такой обзор как это сил вот под выносную эту под пульт управления вынесла панель это хорошо еще раз напомнюсь комплектации он шел чисто вот сам инвертор zv vt-1 ладно это потом разберемся к его устанавливать сюда вводим распекатку самого инвертора такой вот инверторчик он небольшой получаться где-то в за 20 на 15 панель окна тут снимается вообще разберемся о панель вот съемная у нас этот разъем вот этот разъем идет вот тут подключать или это внутри коробки это внутри где-то там подключаться в самом инверторе этот разъем больше а сюда вот этот поменьше разъемчик вот он соответствует так что напомню напомню что комплектации это вот не было дополнительно положили под вынос панели управления спасибо китайцам за такой подарок внутри видно там вот кондер красный кто-то он боком сильно стоит на другие налег вот отсюда не видать подровнял его ладно завтра попытаюсь его подключить включить здесь вот кто-то открывается сверху то легко открывается они это подклинивало малость разъемы видно самый крайний левый крайний левый разъем у нас получается получается заземление рс это 220 ход у в дабылую это на двигатель три фазы по 220 выход это вот разъем что находится справа это там выносить кнопку пуска чтобы была на станке стояла удаленную видно зеленые два резистора стоят сверху спаянные вместо то так если глядеть сверху то вроде бы вроде бы вроде бы вроде бы все хорошо два кондера черные здоровые стоят там внутри мы будем после подключения говорит что-то дальше за его вот вот решетка охлаждения сзади что-то там лежит у нас стружка алюминиевая надо убрать то где-нибудь внутрь заскочить да я перемкну вот ляха не зацеплю не о вытащу почти вытащу стружечку вот стружки алюминиевая внутри если такая попадет там внутрь так будет да да стоит вентилятор охлаждения небольшой видно 12 вольтовый и такая вот решетка сама охлаждение не дай сейчас где-то отверточка была где-то я кинул а вот это мой шуруповерт что я заказывал с Китая компания СДЭК немного с ним проблемы начались хотя что-то быстрый зажим о начались немного проблемы хотя я только им сверлил почти чтобы помало крутил проблемы начались в плавном пуске кнопкой вот нажимаю я подклинивало странно перестало о слышно рывками хотя поначалу этот плавный пуск был нормально плавненько пускалось и держало а сейчас тихонько пускалось это поставил этот фрикцион а сейчас вот это тихенько плавно жму крышная отработает рывками короче короче если будете покупать такой то мне очень то и советую внутри то он так нормально качественно собран но редуктор тут пластиком в корпусе смазку я добавлял патрон нормальный быстро зажимный все усилие его неплохое ну вот что все толком не работало уже плавный пуск все так сейчас раскрутим глянем что внутри и вот сразу и выпал пульт управления сниму пульт управления снимается легенько такой большой шлейф дополнительный и куда он вставляется потом немного что-то ну вот встал на место конечно 2 метра шлейфа там где я буду работать маловато если сейчас теплое помещение поставить на улицу а у нас уже 8 мороза и к полку м а то что посмотрю сколько его температуры работы в депозоне можно на улице будет работать А, буля, а вентилятор сейчас всё подключен. Ладно. Ладно, вентилятор не буду трогать. Вот, что можно отключить вот. Вот, отключить можно, но... Ну, он поднес туда провод, пошёл под вкладку. То неохота. И будем смотреть, за что тут мы отдали. 70 баксов вообще. Глядеть, то тут не на что. Ну, посмотрим в работе. 2,2 киловатта двигатель. Такая. Вот этот вот конденсатор, я говорю, лежал сюда на этих вот. Маленьких. Я его поровнял. Пусковые конденсаторы у нас. Сколько они? 450 вольт. 560. Микрофарад. Всего лишь 560. 2 по 560. Ну, то нормально. У меня есть такие с магнитолы, кассетной советской, то там больше в два раза, но они по 1000, наверное, микрофарад. Если его сюда такого поставили, то мощная штука вышла. Два выхода видно куда-то. Две клеммы. Это вот подогнуто тоже. На кондёре маленьком. Прилегая. Так, немного подождём. Поровняем. О! И вот этого малого конденсатора. Поровняем. Освещение у меня тут не очень. На потолок продектора повесим дополнительно. Ну. Этот вот шлейф. Это на сам пульт управления. Это на плате. А здесь на плате стоит дополнительный. Такой вот величины. Это, наверное, не сюда он подсоединяется тогда. А куда он подсоединяется? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять усиков на выходе. И куда его подсоединять, интересно? Сюда, ну, эти вот сбоку стоят, что фиксаторы непредусмотренные, я гляжу, на самом. Это на клею. Раз, два, три, три, пять, шесть, семь, тоже десять. Десять и там десять. Но вот это вот фиксаторы, походу, будут лишние у нас. Или вообще-то не отсюда, вон. Вот дополнительные видности. Выход куда-то. Это потом разберёмся. Ну, да. Если посмотреть. Наверное, не с этого будет шлейф просто. Здесь, получается, внутрь иголки это вставляются, а это вставляется иголками куда-то. Эта сторона-то подойдёт на пульт, скорее всего. На сам пульт. Вот эта сторона. А с этой стороны шлейф получаться совсем от другого. Так что это или на какое-то программирование. Наврать, это должен дополнительно быть длинный на вынос управления блока. А вот у нас не такой. Скорее всего. Нигде больше его тут не вставишь. Так что это, как бы сказать, подарок. Бестолковый. Или же можно его вот здесь, раз это, рассоединить. Соединить. Этот разъём снять и заменить с короткого шлейфа сюда поставить. С этого. Вроде бы шлейфы сами по себе одинаковые. Шлейфы одинаковые, а разъёмы разные. Если этот разъём вот отсюда, то этот шлейф разъём снять и поставить на этот разъём. Будет длинный у нас кабель. Так получается, это не с этого агрегата шлейф, удлинительный. Ладно. Буду назад всё это добро собирать. Потом пойду на еду кабеля. Включу, посмотрю на его работу. Работоспособность включаться, он не включаться. Ну, а шлейф в подарок, конечно, спасибо, но бестолковый. Надо отдельно заказывать будет разъём на плату саму. Здесь кто нормальный, а на плату надо заказывать будет. Такой вот инверторчик. На этом я буду заканчивать. Кому было интересно посмотреть, ставьте лайки, пишите комментарии, посоветуйте, может, что, поём, не знаю, что это вот за разъём дополнительный стоит, что к нему можно подключить. и на счёт вот этих. Ну, это я знаю, что они должны быть, вынос там управление, резистор дополнительный можно ставить, и кнопку пуска. Ну, это надо выяснить по схеме подключения, что куда. покуда попробуем пустить хотя бы движок от него. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok